Начало новой гонки вооружений. Эволюция киберугроз и разморозка горячих точек. Эти и другие формулировки значатся в рейтинге глобальных рисков для Евразии, которые презентовали международные эксперты. Сегодня в столице проходит четвертое заседание участников Астана-клуба, ежегодной дискуссионной площадки для политиков, дипломатов, аналитиков. В этом году в Астану прибыли больше 300 экспертов из разных стран. За ходом дискуссии следит наш корреспондент Асхат Ниазов, и прямо сейчас он выходит с нами на прямую связь из Назарбаев-центра, где проходит данное мероприятие. Асхат, вам слово. Ну, следит Алмаз, это громко сказано. Практически все, что сегодня проходило в Назарбаев-центре, было за закрытыми трибунами, за закрытыми кулисами, простите. То есть прессу не пускали. Была один раз пресс-конференция, на которую вышли несколько участников этих дискуссий, которые презентовали, вернее не презентовали, а раздали журналистам, так сказать, проанонсировали вот этот список вызовов для евразийского региона. Сама презентация начнется буквально через несколько минут. Ее вроде как можно будет снимать, но у меня сейчас на руках есть список этих угроз. Давайте пройдемся по каждой. Первая угроза для евразийского региона, вызов, как говорится, это обострение противостояния Китая-США. Эксперты говорят, что всему евразийскому региону стоит объединиться, то есть принять чью-то сторону, чью, если мы находимся на континенте Евразии. То есть противостояние Китая и США, это не только минусы, но это плюсы. Можно будет объединиться, можно подтянуть какие-то слабые стороны, одно из противоборствующих сторон. Полномасштабные торговые войны. Тут, наверное, много пояснять не нужно. Все смотрят телевизор, все смотрят новости. Буквально каждый день вводятся новые какие-то санкции в отношении России, в отношении США. Большая война на Ближнем Востоке. Тоже здесь всем известно конфликт в Сирии, конфликт в целом на Ближнем Востоке. И вот как раз-таки на сегодняшней пресс-конференции один из спикеров уточнил, что это заседание Астана Клаба в этом году приходится как раз на столетие окончания Первой мировой войны. И поскольку все циклично, журналисты спросили у этого спикера, стоит ли ожидать чего-то подобного в наше время. И давайте послушаем очень интересный ответ представителя Атлантического альянса. Еще несколько лет назад первый президент Казахстана Нурсултан Абифович Назарбаев предупредил на одной из конференций, на которой я здесь был, что грядут очень серьезные перемены, что может быть даже какие-то государства не выдержат эти стресс-тесты, испытания этими переменами. Конечно, он не имел в виду Казахстан, Казахстан выдержит это, но другие государства будут испытывать очень серьезные затруднения. Первый момент – это что мы до конца, мы аналитики, эксперты, политики, мы до конца не понимаем, почему вдруг мир движется к какому-то конфликту, который лидеры не способны остановить. Они не были способны это остановить в 2014 году. Мы можем многое объяснять, что это было стремление к айзеровской Германии, к конкуренции с Великобританией. Великобритания была существующим глобальным лидером, немцы строили большой флот, и дальше мы знаем, что случилось. И вот как раз таки вырисовывается такая параллель, что сегодня тоже идет конфликт между Россией и США. Мы, конечно, находясь в евразийском пространстве, тоже так или иначе задействованы в этом конфликт. Я не имею в виду прямое задействование. То есть, одно из вызов, которое прописано в этом списке, это дальнейшая деградация отношений между Россией и Западом. Следом идет очень такая тревожащая тоже формулировка разморозка горячих точек в Евразии. Что именно это значит, не пояснили. Я надеюсь, на презентации можно будет спросить по поводу этого пункта. Идем дальше. Рост сепаратизма, этноконфессиональных конфликтов, обострение экологических и водных вызовов, усиление эволюции киберугроз. Вот это очень в наше время тоже актуально. Все знают, что с помощью IT-технологий можно взломать практически систему любого банка. Это доказывали не недавние, а вот за последние несколько лет было много полномасштабных атак на банки, когда они просто не могли ничего сделать, и преступники этим пользовались. Начало новой гонки вооружения. Вообще гонка вооружения само себе понятие отрицательное, потому что вроде все понимают, что мир нужно держать, но при этом страны все больше и больше разрабатывают вооружение. Ну и риск крупных ядерных и техногенных катастроф. Это последний пункт, и для Евразии он очень важен. Все знают, что наша страна всему миру показала еще в начале 90-х, как нужно разоружать человечество от ядерного оружия. Поэтому сегодня здесь не могли не обсудить эту тему, и добавили ее в список вызовов, которые сегодня существуют для евразийского пространства. Алмаз, у меня на этом все. Пойду послушаю презентацию этого списка рейтинга. Постарайтесь задать вопрос, который вы отметили интересными. Зрителям это тоже будет кстати. Асхат Ниазов работает на полях заседания «Астана-клуб». Продолжение следует...